Многие эксперты на заводе не первый раз. В прошлом году «Зелёный патруль» приезжал со своей лаборатории, отбирал пробы воздуха и убедился, что всё в порядке. В этот раз экологов значительно больше и оценивают результаты первого этапа модернизации московского НПЗ, который пять лет назад начала «Газпромнефть». Первый этап модернизации, безусловно, внёс уже свою лепту, то есть и значительно уменьшились аэропромвыбросы, рекультивированы твёрдые отходы, которые были накоплены. И сейчас я вижу, что оставшаяся часть загрязнённых стопов, то есть порядка 95% по утверждению завода, сейчас перерабатывается, очищается до условно нормативных. Московский НПЗ – одно из немногих предприятий в городе, которое открыто для общественности. Завод пригласил специалистов сразу четырёх экологических организаций. Впервые на НПЗ специалисты из Всемирного фонда дикой природы России. Компания не боится беседовать с населением и, по крайней мере, то, что мы видели, реализовалась моя мечта, чтобы житель может подойти к забору и увидеть электронный щит, на котором бегут актуальные показатели. Здорово, что компания их не скрывает и не заверяет их публикацию. Это огромный шаг вперёд, если сравнивать с ситуацией 10 лет назад. Чтобы узнать, какое количество загрязняющих веществ содержится в санитарной зоне вокруг предприятия, не обязательно быть экологом. Все данные отображаются в круглосуточном режиме вот на этом экране. Это экоинформер. Его установили прямо у ворот завода ещё в прошлом году. Экологам провели экскурсию по заводу. Они своими глазами убедились, что на московском НПЗ эффективно проводят модернизацию производства и реализуют программу экологических улучшений. НПЗ в Москве вынужденный лидер в области экологии. Потому что либо они живут в Москве и являются экологически ответственной компанией, либо в Москве такое предприятие существовать не может. То, что сейчас модернизацию мы видели, это производит совершенно фантастическое впечатление. И я абсолютно уверен, что если так будут развиваться события, как они развиваются сегодня, то это будет выгодно всем. И населению, и городу, и самому предприятию. Эксперты показали, как идёт второй этап модернизации. Ещё несколько лет назад на этом месте экологи видели так называемое Чёрное море, где хранились нефтесодержащие отходы. Сейчас тут идёт строительство биологических очистных сооружений биосфера. Сейчас основными двумя объектами, которые мы с вами сегодня уже видели, являются строительство биосферы и строительство комплексной установки по переработке нефти, которая называется Европлюс. Это комплексная установка, которая позволит нам, во-первых, вывести из эксплуатации моральные и физически устаревшие установки, которые пока ещё действуют на заводе, применить энергоэффективные технологии, которые существуют, и по нашим расчётам позволят снизить выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Модернизация, которая сейчас идёт на московском НПЗ, самая масштабная за последние десятилетия. Программа, на которую пойдёт 250 миллиардов рублей, рассчитана до 2020 года. За это время экологи пообещали, что ещё не раз посетят предприятия. Елена Ширяева, Дмитрий Коновалов, Новости 360.